Планерное совещание при главе Славянского района дало хороший старт рабочей недели в администрации. Для того, чтобы обсудить важные вопросы, а также определить порядок и способы решения насущных проблем, внести необходимые корректировки, на совещании есть все возможности. Подробности в нашем следующем репортаже. Жаркое и сухое лето, которое перешло в осень, также не отличающуюся дождливостью, способствовали повышению пожароопасности и привлекли внимание к этим проблемам. В выступлении руководителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Славянского района была озвучена статистика пожара в городе и районе, а также определены основные причины их возникновения. Основной причиной пожара является нарушение права устройства и эксплуатации в центре электрообородования в 22 случая. В какой-то после случаях нарушение права устройства и эксплуатации газового оборудования в 3 случая. Одним из актуальных проблем на вопросах состоится в основном с пожарами сухой травы и мусора. Проведенным анализом по пожарам и принимаемым необходимым мерам действительного характера установлено, что на настоящее время на территории района действует на ступке и сухой травы и мусора. Человеческий фактор возникновения пожаров очень важен, поэтому нужно укреплять работу с населением в этом направлении. Мы все должны понимать о том, что нужно усилить работу с населением, всеми формами ими, как силами администрации поселений, силами квартальных, то есть руководителей организаций, предприятий, учащих денег. Произошедший недавно крупный пожар в Краснодаре в многоэтажном доме заставил проанализировать ситуацию, задуматься и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось. Если на вашей территории производится застройка, я понимаю, что навязывать нам что-то нельзя, но хотя бы предлагайте в таком ракурсе предложения, чтобы определенные меры пожарной безопасности... Для пожарных очень важно, чтобы строго соблюдались требования к проходам, проездам и подъездам к многоквартирным жилым домам для пожарной техники. И эти вопросы не должны упускаться из виду. Также на планерке обсуждалась подготовка к осенне-зимнему периоду в плане снабжения электричеством. Обширная ремонтная программа была выполнена. В ходе ремонтной программы отремонтировано 15 км линий 10 кВт, линий 0,4 кВт заменено 18 км полностью и с небольшой реконструкцией еще 10 км. Капитальный ремонт трансформаторной станции, значит, хозяйственным способом выполнено 62 кТП и подряд на организации еще выполнено ремонт 9 кТП. Один из немаловажных аспектов работы – обрезка деревьев около линии электропередач. Здесь должно быть хорошее взаимодействие с поселениями. Улучшить работу вполне можно. Вы не должны делить на важную работу, где касается провода, опоры, изолятора, подстанции. И не важно это делать, спил этих деревьев, веток и всего остального. Поэтому, если вы немножко, может быть, вам, как говорите, вы стараетесь, чтобы у вас материалы были, лентарь, если в этом направлении немножко подумаете, я думаю, мы тоже тут именно в этой части работаем, немножко улучшимся. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам призвал к соблюдению мер безопасности на различных мероприятиях в поселениях муниципалитета. Обительная просьба. Ограничить пребывание данных мероприятий в лет старше 65-летнего возраста, потому что никакое постановление правительства вообще должно находиться на самоизоляции дома. И второй акцент на массовости этих мероприятий. Учреждения культуры по-прежнему, они работают в дистанционном формате, поэтому никаких там песен, танцев и так далее на данных мероприятиях с учетом массового пребывания быть не должны. Так что терять бдительность и самоуспокаиваться пока еще рано. Коронавирус, к сожалению, в настоящее время по-прежнему актуален. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Продолжение следует.